Итак, что такое панорама и для чего нужна панорамная фотография? Панорама в контексте нашего сегодняшнего разговора, а именно панорамная фотография, это одно изображение, собранное из нескольких последовательно снятых фотографий. Ну, примерно как на этой картинке. То есть сняли несколько фотографий и собрали их воедино. Существует также понимание панорамы, такое мнение, что панорамы можно считать только изображением, соотношением сторон 2 к 1 и уже. То есть такие узкие сосиски. Добиться узкого соотношения сторон можно элементарным инструментом кадрирования. Можете посмотреть, например, фотографию. Это один абсолютно обыкновенный кадр соотношения 3 к 2, просто обрезанный снизу и сверху, потому что мне композиционно понравилось так больше. Панорама это нет. Итак, мы видим один кадр, скадрированный до узкого соотношения сторон. И в противовес ему мы можем посмотреть на квадратный кадр, который является как раз-таки панорамой. То есть это 4 кадра, собранные воедино, но вместе с тем сами видите квадратное соотношение сторон. Также бывает мнение, что угол обзора панорамы будет априори больше, нежели угол обзора одного кадра. Опять же, не считаю, что это явный показатель панорамной техники, просто потому что возможности широкоугольной оптики позволяют получать очень большой угол обзора даже на единичных кадрах и, соответственно, обходиться без техники панорамной сборки. На примере мы видим фотографию, опять же, на 17 мм, один кадр, очень широкоугольный. И, в общем-то, мы видим все особенности широкоугольного кадра, будь то оттягивание к углам, искажение перспективы. И, наоборот, можем посмотреть на фотографию, она практически телевиковая. Вместе с тем это панорама из четырех кадров, снятых на 85 мм, то есть просто телеобъективом снимается. Панорама – это одно изображение, собранное из нескольких. Собственно, панорамная съемка – это весь процесс, включающий себя как съемку этих изображений, фотографии, так и их сборку. Какие же цели мы преследуем, когда используем данную технику? Я бы перечислил три в первую очередь. Это увеличение угла обзора, это повышение разрешения, увеличение наших мегапикселей и специфическая съемка сферических панорам. Но давайте по порядку поговорим о каждом. Первый пункт – увеличение угла обзора. Да, как я сказал, широкоугольная оптика позволяет добиваться достаточно большого угла обзора, тем не менее, далеко не всегда и даже его хватает. Например, в данном кадре мы видим, что на левом домике три окошка видны, на правом – одно. Но, тем не менее, это панорама, снятая на 17 мм, четыре кадра, два сверху, два снизу. Если мы посмотрим на один из кадров, который собирался, мы увидим то, что даже очень широкоугольные 17 мм не дают того угла обзора, который у нас есть на итоговой панораме. Мы видим то, что слева полтора окошка влезают, справа этот дом белый вообще не влез. Соответственно, после правки вертикалей, растягивания из-за перспективных ошкажений, мы получим еще менее широкоугольную фотографию и задумка останется прежней, но будет уже снимок не такой выразительный. К тому же панорамная техника позволяет увеличивать угол обзора у любой оптики. То есть мы можем, например, взять с собой куда-нибудь в поездку объектив, скажем, 35 мм и с успехом снимать панорамы, которые будут давать изображение по эквиваленту, скажем, 15 мм. Кроме того, если мы, например, только начали снимать и понимаем, что нам не разорваться, нам купить или же объектив среднефокусный какой-то, скажем, 24-70, 24-105 или же только широк, мы можем купить спокойненько среднефокусный универсальный объектив и с его помощью иногда снимать вполне себе широкоугольные кадры. Вторая причина использовать панорамную технику – это повышение разрешения изображения. Да, мы знаем то, что современные камеры способны выдавать картинку очень высокой детализации, которая, собственно, пригодна к печати практически в любом формате, учитывая, что большие снимки никто не будет смотреть с близкого расстояния. Тем не менее, нет предела совершенству и, в общем-то, панорамная техника позволяет нам, даже используя совершенно дешевую камеру, получать снимки по разрешению, по крайней мере, близкие, превосходящие камеры топового формата. Таким образом мы можем, например, снять несколько кадров на средний фокус, как это сделано на примере, снималось на полтинник, 9 кадров и по углу обзора, с учетом небольшого кадрирования, я получил картинку, ну, примерно, я думаю, миллиметров 30-35, то есть достаточно широкоугольная. Зачем это делается? Ну, в первую очередь, это если у вас камера, скажем так, старая, 5-10 мегапикселей, что, естественно, уже может показаться не так уж и много. А в вторую очередь, это так называемые гигапиксельные панорамы и их какие-то дальнейшие следствия. Для примера, меня иногда просят снять панорамы в интерьер, фотография, которая будет большого достаточно формата, просто как задумка архитектора, дизайнера, она будет висеть 3 на 2 метра, например. Тем не менее, само по себе помещение достаточно небольшое, то есть люди будут заходить и видеть эту картину, например, с метра. Естественно, да, если они отойдут там на положенные 5-6 метров, они увидят эту картинку вполне красиво. Если они будут смотреть ее поблизости, будут вот такие вот пиксели размером с кулак, естественно, это никому не понравится. Поэтому берем одну сцену, которая, скажем, влезает в 30 мм, снимаем на 80 мм несколько кадров, соответственно, у нас огромное разрешение, которое не даст даже самая-самая топовая камера. В интернете есть достаточно много примеров, так называемых гигапиксельных панорам, о которых я говорил. Это, по сути, фотография достаточно широкоугольная, которая имеет такую детализацию, что инструментом зуммирования мы можем приближать до каких-то совсем неимоверных значений. Ну и, наконец, третий пункт – это съемка сферических панорам, которая без применения панорамной техники в том или ином виде попросту невозможна. Забегая вперед, скажу, что сферическая панорама – это панорама с углом обзора 360 градусов по горизонтали и 180 по вертикали, то есть, по сути, все окружающее камеру пространства. Используются такие панорамы в основном в коммерческих целях для создания так называемых 3D-туров, онлайн-панорам, то есть посредством специального софта. Они загоняются в определенного рода просмотрщик, и, соответственно, зритель может сам выбирать нужный ракурс и угол обзора, какой он хочет видеть, и крутить камерой как бы на свое усмотрение, влево-вправо-вниз-вверх, куда он захочет. Итак, мы решили, что такое панорама, мы решили, для чего она нужна. Далее идем, собственно, на саму съемку и начинаем думать, собственно, как выглядит процесс съемки панорамной фотографии. Иногда приходится слышать, что панорама снимается, например, только по горизонтали, соответственно, мы можем снимать только так. Иногда думают, что можно снимать только один ряд, например, или по вертикали, или по горизонтали. На самом деле все гораздо свободнее и проще. Панораму можно снимать как сшивая кадры по горизонтали. Вот мы видим тут на примере фотографии панорамы из трех вертикальных фотографий, которые, соответственно, будут сшиваться по горизонтали. Следующий пример. Мы видим вертикальную панораму. В данном случае это два кадра. Можно добавить больше. И мы можем посмотреть на многорядную панораму из четырех на данном примере кадров. Сюжетно это было оправдано, поэтому я расширял угол обзора этой панорамы посредством вот такой панорамной техники. С тем же успехом я мог сделать 10 кадров на другом фокусном расстоянии. Все зависит исключительно от задачи, от конкретной съемочной ситуации, от желаемого ракурса. То есть никак технически панорамная техника вас не ограничивает. Выборим количество кадров в панораме и их положение друг относительно друга. Следующий вопрос, который мы рассмотрим, это перекрытие кадров. Для начала стоит понять, что это такое и для чего оно нужно. Области перекрытия это одинаковые для соседних фотографий фрагменты изображения. Одинаковые фрагменты местности, которые мы снимали. Которые предназначены для того, чтобы программа по сборке панорам смогла проставить контрольные точки, такие реперные точки одинаковые, чтобы после эти фотографии собрать друг с другом. То есть получается программа видит то, что на левой и на правой фотографии у нас предположим один перепад яркости, один фонарик стоит, да? Она проставляет контрольную точку на него и соответственно еще какие-то такие же области, которые одинаковые. После она их сшивает и мы уже видим панораму целиком без каких-либо следов стыков. Ну вот, например, у нас панорама из трех кадров. Мы видим между первыми и вторыми кадрами область перекрытия отмечена зелененьким. То есть это снежная поляна и там области рядом с ней. Ну и соответственно между вторым и третьим кадрами это вот дорога и, соответственно, кусочек здания биржи. Я думаю, с понятием перекрытия тут особых вопросов не возник. Ну и после того, как мы сшили, естественно, друг на друга перекрытия наложились и мы видим уже цельную работу. От чего же зависит процент перекрытия? Какой брать? Единого значения, конечно же, нет. Я бы ориентировался на два таких базовых показателя. Первый – это особенности сцены, которые мы снимаем, ее детализация. И второй – это требования к оперативности на съемке. Ну, давайте пойдем по порядку. Особенность детализации. Я думаю, все мы можем представить, что мы снимаем, например, какой-нибудь лес в тумане. Ну, примерно как на данной фотографии. Мы имеем низкий контраст, мы имеем достаточно посредственную детализацию в плане количества деталей. Деревья у нас все примерно одинаковые. И таким образом, если мы возьмем небольшой процент перекрытия, ну, скажем, 15% от кадра, да, то есть вот две фотографии, они наложились как-то, ну, совсем краешками друг на друга. Мы можем получить такую ситуацию, что программа просто не поймет, что вот именно это дерево здесь, оно именно это дерево здесь. То есть она немножечко затупит и сошьет нам криво. В таком случае, конечно же, лучше увеличить процент перекрытия просто для того, чтобы потом при сборке избежать определенных проблем, ну, и, по крайней мере, не тратить время на простановку этих самых реперных точек вручную. И наоборот, мы можем, например, снимать какой-нибудь городской сюжет, который будет изобиловать разнообразными деталями. Каждое окошко разное, программа это видит. То есть мы можем, грубо говоря, там оставить 20% перекрытия между кадрами и программа без проблем, абсолютно без каких-либо вопросов у нас это все дело сошьет. Конечно же, впадать в крайности не стоит, то есть брать совсем там 3 пикселя и экономить на кадрах. Тем не менее, я бы советовал в таком базовом по умолчанию значении где-то по 30% по третьей кадре. Если мы видим то, что у нас сцена имеет мелкую детализацию, то, соответственно, не мелкую детализацию, а именно малую детализацию, туманчик какой-нибудь, или же море, например, снимаем кадр, где много неба, то лучше, конечно, слегка увеличить вплоть до, скажем, 80% это самое перекрытие. Уменьшать, наверное, просто так его не стоит. То есть лучше снять дополнительный кадр и, соответственно, дома его просто не использовать или удалить, чем не доснять. Но бывают ситуации, в которых как раз-таки эти самые дополнительные кадры нам будут вставать боком. Первое – это наличие динамичных элементов в кадре. На данном примере динамичным элементом выступает небо, которое снималось в 2 кадра. Соответственно, сверху 2 кадра, снизу 2 кадра на данной панораме. Небо достаточно быстро притягивалось на нас, и вот буквально через, ну не соврать, наверное, секунд 50, может быть, минуты-полторы после съемки вот этого кадра, уже в кадре не было границы этой тучи, то есть просто затянутое небо. Ну и, соответственно, если бы я решил, что, ага, мне мало тут 2 кадров для неба, дай-ка я сниму там 3 кадра, а может быть я сниму не на 17 мм, а на 35, соответственно, я бы мог получить такую ситуацию. Когда я начинаю снимать небо слева, у меня оно еще натягивает, оно фактурное, красивое, видно границы тучи. А, соответственно, на подходе к правой части у меня бы получилась такая история, что небо уже просто затянуло. Конечно, при определенном желании я бы это собрал, но, сами понимаете, как бы в данном случае лучше нажить себе проблем при обработке, именно при сборке, да, но, тем не менее, получить в то время кадры снятые, когда нам это нужно. То есть просто уменьшить процент перекрытия до каких-то вот, ну таких минимальных значений. Понятно, что дырку-то между кадрами не надо делать, но, грубо говоря, там совсем немножечко оставить. Вторая причина, опять же, уменьшать процент перекрытия заключается в требованиях кооперативности в съемке. Чтобы стало понятнее, я пишу историю, которая, скажем так, идет за вот этой фотографией на вашем примере. Это ГЭС, я ее хотел снять достаточно давно. И в прошлом году у меня получилась такая возможность организовать сплав как раз-таки мимо этой ГЭС. Соответственно, мы туда приплыли буквально за, не знаю, 10 минут до заката. Естественно, небо уже начало практически полыхать, закат красивый, очень светится недолго, там, ну, скажем, минут 10. Вот оно в такой наиболее фееричной стадии. Я на этой точке в первый раз, я понимаю, что я не знаю, что тут по ракурсам, особенно когда снимаешь панорамы, ты эти фотографии не сразу видишь, ты пытаешься как-то прикинуть, как это будет. Метр вправо, метр влево в пейзаже, это очень серьезные изменения. Соответственно, у меня была задача вот в этот закат мы снимать как можно больше цельных панорам, именно разных друг от друга различных. Соответственно, в данном случае лучше было сделать процент перекрытия меньший, но сделать больше панорам, чем я сделаю вот одну панораму не из шести кадров, а из 26. Да, она мне будет очень легко собираться, она будет очень качественная, с большим количеством дублей. Но, тем не менее, я сниму в закат, например, не три панорамы, а одну, например, или не пять, а одну, а две. Конечно, если у вас есть какой-то конкретный ракурс, который вы уже снимаете, если вы понимаете, что на этом пейзаже, ну, в принципе, как и должно это быть, то есть я хочу снять вот эту сцену, то этот метод, или как это, это тут не требуется, и, в общем-то, это чисто такой сродни репортажному такому туристическому подходу. Скорее, 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 главное все успеть.